Впервые проект Всероссийской Федерации парусного спорта стал доступен массовому зрителю в октябре прошлого года. Сочи принял гранд-финал Национальной парусной лиги. Гонки проходили в акватории пляжа Маяк. Теперь здесь же стартует первый этап лиги. Всего в спортивном проекте этого сезона участвуют 26 команд. В Сочи приехал 21 экипаж. Среди них и победитель прошлогодних гонок. Команда «Навигатор Сейлинг Тим» под управлением рулевого Игоря Рытого вновь нацелена на победу. По результатам жеребьевки гонять они будут в группе «Б» на лодке под номером 5. В этом году состав более подготовленнее, чем в том году. И очень многие желают нас объехать. Поэтому настрой у нас самый что ни на есть боевой. Мы будем стараться делать все возможное, чтобы защитить это звание. Но все покажет, как говорится, регатом. В первый день гонок погода была явно не сейлинговая, поэтому старт затянулся. Но участники лиги уверены, попутный ветер еще будет. Завтра вновь пройдут гонки, а также состоятся заезды партнеров и журналистов. Незабываемый праздник парусного спорта проходит практически у берега, так что сочинцы смогут наблюдать за парусными баталиями как с пляжа, так и с площади Южного Мола. На огромном городском экране в прямом эфире будет вестись трансляция гонок с комментариями. Скучно не будет и маленьким зрителям. Организаторы подготовили интересную бесплатную игровую площадку. Там будут батуты, воздушные змеи, конкурс ради управляемых яхт на огромном бассейне. Батут мы уже проверили, он прекрасно работает. И в общем, если говорить про то, что мы дарим городу праздник, то действительно именно это будет в субботу с 11 до 5 в течение всего дня. Родители смело могут смотреть нашу прямую трансляцию на большом экране, а дети будут заняты хорошим делом. 10 апреля состоится торжественная церемония закрытия первого этапа. Всего же в этом сезоне их запланировано шесть. Гонки также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Конаково и Волгограде. А в октябре участники вновь вернутся в Сочи на гранд-финал.